МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткоина ограничена алгоритмически. Теоретически, каждый владелец мощного компьютера может добыть биткоины путем использования вычислительных мощностей. Однако существует и предел общего числа денег в обороте. За один месяц стоимость биткоина выросла более чем на 20%. На этот же период пришелся рост популярности социальной финансовой сети МММ Сергея Мавроди, для вступления в которую необходимо приобрести эту криптовалюту. Финансовые аналитики видят прямую связь между этими событиями. У меня в гостях сегодня Греков Платон Евгеньевич, помощник депутата. Здравствуйте, Платон. Больной вопрос для всех, но тем не менее это не мешает ему заниматься тем, чем он занимается. Он поменял место дислокации, а так его уникальная схема облапошивания людей продолжает работать. Я единственное думаю, что он не очень верно выбрал место, потому как даже если на сегодняшний день существуют какие-то дыры в законе, которые позволяют ему вот эту свою деятельность беззаказно осуществлять, то китайская, как говорится, административная машина, она намного более поворотлива, чем наша. Поэтому дыры эти в законе, они закроют очень быстро, а наказание в Китае за подобные, как говорится, истории, оно значимо, кратно жестче, чем в России. Они, в общем-то, с такими преступниками такого масштаба не церемонятся, которые такое количество людей может просто взять и в один момент облапошить, лишить всего. Ну а страсть человека, как это, еще господин Гелеровский, писатель такой, говаривал, что очень любит русский люд, а равно и нерусский, приобрести на грош пятаков. То есть ничего не делая, получить большой барыш, конечно, купить жене сапоги, там может быть что-то еще. Хорошо, но отчего это происходит? Заметьте, первая волна МММ была в какие годы? Когда была разруха, экономический кризис, сейчас все неспокойно в этом отношении. Получается, он процветает, когда в стране кризис, когда людям нужны деньги. Знаете, в мутной воде намного проще ловить рыбу, я хочу так сказать. И естественно, когда какая-то нестойкая ситуация, когда шаткая ситуация, везде появляются люди, которые готовы на этом немножечко заработать. Зная психологию человека, который склонен иметь заработок ни с чего, они предлагают ему его получить. А если у кого-то там какие-то проблемы, да, уволили с работы, сократили, там что-то пошло не так в жизни, некоторые люди бросаются в это просто как за соломинку, хватаются, чтобы вытащить себя, да, из какой-то такой тяжелой ситуации, не понимая, что погружают себя в болото все глубже и глубже. Потому когда же, если, как вот верно господин Ищенко сказал, ты стоишь у истоков этой пирамиды, получив процент, преисполнившись доверия, ты немедленно отнесешь его обратно. И тогда судьба твоих сбережений, накоплений, твоих финансовых возможностей, она очевидна, тебе полный финансовый крах. То есть человек получается тончайший психолог. Ну, а по-другому мошенники такого уровня и не работают. Вот, ну, это же очевидно. Он должен знать слабости людей для того, чтобы забрать у них то, что им принадлежит, и сделать своим. Он должен знать, как это сделать. Он это знает. Схема-то одна и та же. Одна и та же. Принеси сейчас немножко, мы тебе очень много скоро тоже отдадим. И она вот продолжает работать. Хорошо, что не в России. Это очень радует, что вот его выдавили наши правоохранительные органы. Туда вот, где, ну, с такими там людьми не церемонимся. Я не думаю, что это надолго задержится и разовьется в такой вот коллапс, который был у нас в России в 90-х с этим МММ как раз. Но смотрите, ему безнаказанности добавляет тот факт, что он где-то скрывается. Никто, в том числе правоохранительные органы, не знают где. То есть он на каких-то нейтральных территориях и продолжает свои дела. Знаете, я думал, что это просто интрига. Интрига, которую человек себя окружает для того, чтобы привлечь побольше внимания. Потому как подобного уровня схемы и пирамиды, они основаны на том, что к ним привлекается внимание, повышенное внимание. Как к лидеру вот этой всей истории, так и к выплатам, которые на первых порах, конечно, осуществляются. Потому как как ее наполнить содержанием людей? Подсадить на крючок. Конечно. Много-много информации о себе, таинственность, интрига. Пожалуйста, людям интересно, люди несут деньги. Кто-то богатеет, кто-то становится нищим.